Первая новость. С 26 тысяч до 14 с половиной. Именно столько, как к концу года должно остаться чиновников в Подмосковье. Об оптимизации штатов сегодня на селекторном совещании говорил губернатор области. Мы эту работу ведем аккуратно, спокойно, но вместе с тем неотвратимо. Соответственно, в конце этого года мы войдем в пятерку регионов по оптимальной численности государственных и муниципальных служащих. По словам Андрея Воробьева, оптимизация структуры дает серьезную экономию. Только в этом году сокращение чиновников высвободит 1 миллиард 200 тысяч рублей. Все эти средства пойдут на модернизацию объектов здравоохранения. Из 361 учреждения здравоохранения, которое сегодня в области находится, 300 объектов включено в ремонт. То есть 83% от учреждений. Это беспрецедентный случай. Ремонт разный, но 300 объектов такого никогда не было. Что касается Клинского района, то идет оптимизация как самой структуры, так и численности муниципальных служащих. Из 21 управления осталось лишь 15, из 9 отделов – 4. Количество работников администрации сократилось на 100 с лишним человек. Всем им были полностью выплачены необходимые компенсации, а также предложены другие места трудоустройства. Соответственно, нагрузка будет распределена на тех людей, которые действительно умеют работать качественно, эффективно, распределяя свое время с учетом тех нагрузок, которые ложатся на них. Я думаю, что это действительно очень непростая работа, но те люди, которые остаются в команде, которые понимают весь груз ответственности, они должны справиться с этой работой. Еще один вопрос селекторного совещания – подготовка к отопительному сезону. По словам министра ЖКХ области, Подмосковье готово к зиме на 98,8%. В Клинском районе уже начались пробные топки на социально важных объектах. И в целом район готов. Стопроцентное выполнение по замене труб – это около 4 километров. Те, которые в план были включены, все котельные у нас провели технические мероприятия, связанные с подготовкой к отопительному сезону. Проводятся рейды по готовности помещений, подвальных, чердачных. Все то, что действительно должно быть к отопительному сезону проверено, вычищено, законсервировано и подготовлено к работе, чтобы не было сбоев. Пуск тепла в районе начнется сразу после того, как среднесуточная температура в течение трех дней не превысит плюс 8 градусов. Продолжение следует...